Я думаю, что на начальном этапе их жизни это делать необходимо, чтобы они полностью не уходили в ту реальность, которую предоставляют сейчас наши социальные сети и в том числе гаджеты. Важно именно общение, реально, в реале важно общение. Конечно, интернет нужен для детей, потому что без этого в современном мире сложно. Но даже если это интернет, то что-то развивающее. Нужно выбирать, где он должен сидеть, например, потому что может что-то посмотреть, то, что ему не нужно смотреть. Я запретил их лет до 12. Почему? Ну, у меня это дело уже я имею двух правнуков и так далее. Один старший, он уже без него не может. Второй класс всего-навсего пойдет. Значит, я, но, в отличие, так сказать, нам повезло, может быть, нашей семье повезло, он читает. Он уже стихи, я стихи люблю читать и учить стихи, да, и так далее. Ну, и он тоже стремится, и как-то так далее. А все надо было запретить. Я считаю, не более двух часов в день, потому что дети сидят где ненужно и не в ограниченном пространстве, что смотрит иногда всякую такую дрянь, что даже страшно сказать. Нужно, нужно. Почему? Потому что в гаджетах они подчас такую информацию ненужную для себя получают, и потом это формирует как-то в какой-то степени их мышление, их сознание. Вот то, что как раз для воспитания не нужно. Они там не получают информации о любви к родине, патриотизма. Они там получают информацию о развлечении. Нет, этого бы мы не хотели. Поэтому ограничения в гаджетах в обязательном порядке. Нужно, наверное, какую-то альтернативу у ребенка предлагать, времяпрепровождение. А когда у ребенка нет ничего, кроме гаджетов, ему даже выбирать не из чего.